Всем привет, друзья! Ну что, нужно признаться, что раньше я покупала фиксы в прессе товары довольно часто и было связано с тем, что были свободные денежки от ведения канала и можно было покупать товары на проверку. И давайте в сегодняшнем видео поговорим с вами, что же стало с этими товарами, которыми я покупала раньше, чем пользуюсь, чем не пользуюсь. Честно говоря, признаться, я не помню. Может быть, я уже выпускала это видео, но нашла исходники для монтажа и не помню. Но давайте все равно расскажу. Вдруг этого видео не было. Надеюсь, что я ничего не забываю и видео окажется для вас полезным и интересным. Из одежды я редко что покупаю в фикс прессе. Единственное, что меня интересовало, это различные женские топы и бюстгалтера. Покупала вот такой женский топик, очень легкий на тоненьких лямочках с поролоновыми прокладками, но, к сожалению, не совсем он не оказался удобным. Поддержка плохая, лямочки держат плохо. Да, при первой носке, при второй, третьей может быть кажется и комфортно, но после стирки все-таки этот топ терял свою эластичность, терял свою поддержку. И вот такие тоненькие лямочки лично мне не совсем подошли. И, кстати, расположение вот этих поролоновых вставочек для моей груди тоже оказалось неудобным. Ну а вот такой вариант спортивного топа мне нравится больше всего. Тут и лямки у нас хорошие, поддержка прекрасная. И лучше всего мне в этом топе работать на даче. Потому что, когда на даче работаешь, ну, ходить в кружевном белье, конечно же, некомфортно, конечно же, не хочется белье убивать. А вот такой спортивный топ и грудь поддерживают никаких и не доставляет никакого дискомфорта, так как нет никаких косточек. И при этом он носки стирать без проблем. Поэтому вот эту модельку я вам точно советую. Ох, честно говоря, я не вспомню, как давно я покупала вот такие формы для мороженого. Есть у меня еще одна форма. И знаете, думала, что я буду готовить мороженое? Нет, не готовлю я летом мороженое, несмотря на то, что ягод полно, формы есть. А есть другая проблема. У морозилки места нету, куда можно поставить это мороженое на заморозку. Поэтому и не пользуюсь. Не знаю, может быть, отдать кому, пока лежат в шкафу и занимают место. Мои любимые стеклянные банки. Ну, такие банки бывают в фикс-прайсе разных моделей. Я покупала обычные классические круглые с вот такими бамбуковыми крышками. Что хочу сказать. Этими банками я довольна. Но, к сожалению, мне пришлось их отдать маме, потому что маме на кухне они подошли лучше всего. У мамы кухня в коричневых тонах, сам кухонный гарнитур светлого цвета, не с темного. И вот такие баночки вписались ей очень хорошо. Осталась у меня одна банка с квадратным сечением, который используют для хранения кофе. И вспоминается мне, что по данным из видео писали, что нельзя хранить кофе именно в стеклянных банках. Так как будет попадать солнечный свет, будет кофе окисляться. Но, друзья, у меня банка с кофе стоит в столе за дверкой. Поэтому контакт с солнечным светом у меня минимальный. Так что, думаю, никакого вреда я не нанесу кофе. Ну а так, баночки прекрасные, наличие силиконовой вставочки также здорово защищает от выветривания продуктов. Совсем недавно, перед Новым годом, я делала мясной рулет. И как раз мне пригодился вот этот молоток для отбивания мяса. Да, и на тот момент вспомнила, что вроде бы у меня есть заготовки для видео. Этот молоточек я покупала уже года, наверное, два назад. Но он до сих пор служит верой и правдой. Так как он практически цельно литьевой, то ничего там не должно сломаться. И мне понравилось, что молоток увесистый. Я сравнивала его по сравнению со своим старым молотком, который у меня был раньше. И не помню, где я его покупала. То ли в обычном хозяйственном магазине, то ли еще где. А может быть и в том же самом фикс-прайсе. Может моделька была какая-то старая. Но вот этот молоток намного лучше отбивает мясо и работать с ним хорошо. Ручка с противовыскальзывающим покрытием. Поэтому даже какие бы влажные руки не были, работать одно удовольствие. Вот такие поглотители запаха. Продавались они набором из двух штук. И что же они из себя представляют? Это обычные пластиковые контейнеры-баночки, внутри которых был насыпан сорбент. И насколько я понимаю, скорее всего был это измельченный активированный уголь. Конечно же, со временем они перестают запахи впитывать. Но сами баночки я не выкидываю, а просто меняю наполнитель. Покупаю обычный активированный уголь в таблетках и таблеток по 5-6, а может быть и 7. В зависимости от того, как они хорошо лягут или нет, чтобы баночка закрылась туда, кладу. Два таких поглотителя у меня также лежат в холодильнике. А два поглотителя я положила под мойку, чтобы если вдруг в мусорном ведре какой-то запах появится, чтобы он поглощался и до запаха нет. Покупаю обычный активированный уголь в таблетке. Мне нравится сочетание стекла и дерева, и я не могла пройти мимо вот этих щеточек. Выглядели красиво, тем более на японских каналах они часто мелькают у хозяюшек, на пинтерестах много. Купила вот такую щеточку, брала для мытья сковородок и кастрюлик. Но что по итогу, очень быстро она у меня размочалилась, стало похоже на непонятно что, и все остатки пищи туда-туда проникали. Поэтому уже давно выкинула и даже забыла показать, поэтому и рекомендовать не буду, если даже что-то подобное и появится в продаже. Но вот эта щетка для мытья бутылок пока еще у меня жива. Но при этом хочу обратить внимание, что хотелось бы, чтобы ручка была подлиннее, и все-таки вот такие натуральные щетины очень хорошо в себя вбирают различные остатки пищи и промывать становится очень и очень тяжело. Очищать их какими-то агрессивными химическими веществами тоже нельзя, поэтому отдаю теперь предпочтение обычным классическим пластиковым щеткам с силиконовой или с пластиковой ненатуральной синтетической, вот забыла слово, щетиной. Ну и возвращаясь к стеклянным баночкам. Есть еще у меня вот такая стеклянная банка с пробкой в виде пробкового шарика. Очень красивая, стильная, интересная, классная. Раньше хранила в ней сыпучие продукты, потом как-то хранила в ней перец сезонных заготовок. Ну а сейчас использую просто для хранения сока. Довольно часто варю тыквенный сок, как вы знаете, и вот в этой баночке храню. И, кстати, мне нравится, что пробка не плесневеет, несмотря на то, что, да, находится внутри банки напитки, жидкости. Вот это мне прям очень-очень сильно нравится. Ну и так как я большой любитель различных фетровых коробочек, особенно в сером цвете, так как у меня ванна в сером цвете, кухня в сером цвете. Вот покупаю практически постоянно. Вот эта моделька мне тоже изначально понравилась своим маленьким размером и лаконичным дизайном. Но при этом есть у нее большой существенный недостаток в том, что стенки у нее изнутри никак не укреплены никакой картонкой. И со временем они у меня под тяжестью начали прогибаться. Но выход я нашла. Просто нашла подходящие по размеру картонные коробки и вставила их вовнутрь. Тем самым эту проблему решила. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна категория товаров, которую я очень сильно люблю в фикс-прайсе, это металлические черные корзинки, черные вещи. Стиль черный лот мне очень сильно нравится. И когда я увидела вот эту металлическую корзину для фруктов, я естественно ее взяла. И пользуюсь и радуюсь ей уже на протяжении года. Она прекрасно списалась ко мне по дизайну. И вот как купила ее для того, чтобы хранить фрукты, так фрукты в ней и храню. Покупка классная, удачная, полностью довольна. Субтитры создавал DimaTorzok Вроде бы вот эта металлическая корзинка для фруктов должна была бы вписаться на мою кухню. Да, по внешнему виду вписалась бы, но вот хранить на ней фрукты не очень удобно. Поэтому у меня эта корзиночка лежит просто в пакете и не знаю, куда подо что ее пристроить. Если, друзья, у вас есть какие-то идеи, вдруг до чего-то я не догоняю, пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, подскажете, потому что я пока не знаю, то ли отдавать кому, то ли как-то надо ее пристроить, потому что по внешнему виду-то она мне нравится. Вот так вот. И одна из последних покупочек для кухни – это вот этот измельчитель для овощей. Довольно часто он у меня мелькает в видео, рецептах. Я довольна этим измельчителем. Есть, конечно, один недостаток. Чем я довольна? Но то, что он не громоздкий, то, что он бесшумный. Когда необходимо натереть несколько зубчиков чеснока, измельчить половину луковицы или половину морковки, вот этот измельчитель подходит просто идеально. Измельчает просто на ура. Помню, что в комментариях мне писали, что у таких измельчителей довольно быстро протирается веревка. Да, друзья, у меня протерлась. Но у меня протерлась не веревка, а то отверстие, через которое веревка эта двигается. Она просто протирает. Пока вот эти кусочки пластмассы не попадают в натираемые продукты. Но очень и очень жаль, потому что работать удобно. Жалко, что вот так получилось. Но посмотрим, насколько долго его хватит. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что эта информация была для вас хотя бы капельку полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.